Сегодня многие хозяйки отдают предпочтение огнеупорной стеклянной посуде. Зачастую это становится залогом успеха на кухне. Производство такой посуды начинается с загрузки компонентов в огромную доменную печь. Основной ингредиент смеси – кремнистый песок. Это кристаллическое вещество, за счет которого стекло становится прозрачным. Также в смесь добавляют кальцинированную соду и переработанное стекло. Остальные ингредиенты – секрет фирмы. В печи смесь нагревают до температуры плавления, а это около полутора тысяч градусов по Цельсию. В результате получается расплавленная, похожая на лаву масса. Она остается в печи на сутки. Затем стекломассу нарезают на куски. Они соскальзывают вниз по охлаждаемым водой желобам. И попадают в формы в виде посуды. На этой вращающейся платформе находятся 16 форм. Заполненные стекломассы, они отправляются к прессовочному поршню. Он распределяет стекло по форме. Далее платформа доставляет формы к так называемому нагнетательному вентилятору. Затем стекло охлаждают, чтобы оно не потеряло вид. Получившееся стеклянное блюдо помещают на вторую вращающуюся платформу. Пламя из горелок, которые расположены вверху и внизу, равномерно обжигает посуду. В этот момент температура равняется 1000 градусов по Цельсию. Края оплавляются и становятся гладкими. После этого посуду обдувают холодным воздухом, охлаждая ее. Теперь манипулятор сможет захватить блюдо, не испортив при этом их поверхность. Посуда оказывается на конвейере. Следующий манипулятор помещает ее в печь для обжига, где в течение нескольких циклов закаливания и охлаждения стекло укрепляется. Так оно и приобретает свое главное качество – огнеупорность. Теперь перейдем к крышкам. Поршень вдавливает стекломассу в формы крышек. У каждой из них есть ручка. Внутри формы находится специальный клапан. Затем крышку берет манипулятор. Он переворачивает ее и помещает на конвейер, по которому крышки также направляются в печь для закалки. На выходе их охлаждает мощный вентилятор. Благодаря этому рабочие не обожгут себе руки. Перед упаковкой качество каждой крышки проверяют. На другой линии производят мерные кружки. Платформы поднимают их вверх, где они оказываются в захватах шелкографического аппарата. Через отверстие в печатной пластине проходит немного глазури. Так на кружки наносят маркировку. Наверху в лаборатории рабочие проверяют качество блюда. Это настоящая пытка. Сначала стекло безжалостно трут шкуркой, чтобы имитировать потертости и повреждения от многолетней работы. На этом экзекуция не заканчивается. В центр блюда ставят острый стержень. Рабочий бьет по нему молотком. Во время этого теста стекло не должно разлетаться на множество осколков. Как мы видим, скол получился чистым. А это значит, что стекло соответствует стандартам качества. Остается пожелать, чтобы приготовленная в этой посуде еда также соответствовала стандартам – вкусовым.